Всем здравствуйте! И сегодня, как я обещала, мы пойдем в Пайнетум или Арборейтум, где в основном хвойные растения. И не думайте, что это будет нудно, скучно и неинтересно. Наоборот, с точки зрения дизайнера, это самый-самый топчик. Будет и фактура, и текстура, и форма, и цвет. И самое главное, в это время хорошо видна структура сада, а также видны следы обрезки, которая только что была произведена. Так что мы можем многое увидеть и почувствовать. Посмотрите, только какое разнообразие хвои. От совсем мягенькой и приятной на ощупь до такой вот прямо как ежичек колючий. Вот это вот растение смотрится очень архитектурно, очень интересные у него иголки, достаточно мягкие. Вот вам его название, чтобы вы не забыли. И оно будет очень хорошо работать в садах среднего и большого размера. Еще я вам хотела показать вот эту скульптуру. Чем она особенна? Это тем, что она выпилена из целого ствола дерева, которое погибло. Дерево не стали убирать, а просто пилой выразили скульптуру в виде столба из шишек с белочкой. И оставили. Этому столбу уже около 10 лет. Это экологично, ну и в общем-то концептуально. Здесь вы видите, как была сделана обрезка. Эта обрезка делается для поднятия кроны. Особенно важно поднимать крону, если вы сажаете что-то под деревом в околоствольном пространстве. Сейчас очень много сортов хвойных, которые не нуждаются в стрижке. У них уже генетически заложена форма и размер. Но есть такие, которым все-таки нужна стрижка или хотя бы ограничение размера. Практически сейчас на рынке такое многообразие сортов хвойных растений вы можете подобрать даже для балкона. Не говоря уже о маленьких садах, садах больших, средних размеров. В общем, на любой сад можно найти хвойное растение и под любую спецификацию. То есть у них различные цвета от совсем голубого, почти белого, до желтого и даже двухцветных иголок, которые на кончиках желтенькие, а около основания, около веточки зеленые. И для тех, кто хочет создать натуралистичный сад или сад типа парка, если позволяют размеры, вот это как раз то, что надо. Ну а вот это перед вами опять обучающий экземпляр, который показывает, какие шишки на каких сортах сосен. Здесь все подписано, дети могут найти, что-то принести, сравнить и понять, что это за дерево. В общем, все гениальное, довольно просто. И посмотрите, как хорошо современная скульптура из ржавого металла вписывается вот в такие парки, в такие пейзажи. Ну и, конечно, кто же лучшие подружки вечно зеленым хвойным – это березы. Они не обязательно белоствольные, то есть здесь много всяких комбинаций. Могут быть и темные стволы, могут быть и розоватые, и коричневые. Но вот это вот свойство коры, которая отходит, и она полупрозрачная и светится на солнце – это такая изюминка, которая всегда делает ваш сад элегантным. То есть вот в зимнее время это будет работать как что-то такое, что притягивает взгляд. Далее осенью прекрасная комбинация контраста опадающей желтой листвы и опять-таки вечно зеленого окружения. И, конечно, будет очень элегантно все это смотреться осенью, когда листва на березах пожелтеет, и вот на фоне этого зеленого она будет контрастировать. Ну и, конечно, если у вас растут хвойники, то у вас, во-первых, хорошо будут расти и верески различные, и они будут украшать и будут очень органичны в вашем саду или парке натуралистичного вида. Вот эта вот, Эрика, очень интересная, потому что цветы в бутонах абсолютно желтые, потом они становятся белыми, и она прямо как солнышко. Ну и, конечно, вы можете выбрать и цвет, и высоту, то есть огромное сейчас количество различных сортов, вот вы сами это все видите. Гляньте на эту дружную семейку. Вообще-то это было одно дерево, но от корней оно пустило вот такие ветки, которые стали самостоятельными деревьями, и теперь получилась роща. О чем это говорит, что всегда читайте спецификацию растения и его привычки, потому что вы можете посадить одно, а получить целую рощу. Нужно ли вам это в вашем саду, вы должны знать наперед. И еще парочку растений, которые прекрасно сочетаются с хвойниками, и будут очень интересно смотреться в натуралистичном саду. Играет музыка. Ну и, конечно, стейпа, стейпа-то миссимо. Это, наверное, самая нежная и самая такая трава приятная. Мне она, например, очень нравится из-за размера, из-за своей тактильности. Ну просто вот, смотрите, какая прелесть. И вот так вот она выглядит в январе, после тяжелых дождей и заморозки у нас были. То есть я считаю, что вот для среднего и маленького сада это прекрасное растение. И плюс его, конечно, можно комбинировать с очень большим количеством растений. То есть это компаньон такой достаточно широкий по своему использованию. Ну вот, и представьте, как это смотрится летом, когда и трава уже выпустила колоски, и вот это вот все поле покрыто лавандой. Да и зимой, я бы сказала, это выглядит очень даже неплохо. Посмотрите. И что я должна заметить здесь, что, смотрите, все формы очень округлые. То есть здесь идет повторение формы. Это объединяет общую композицию, да. Круглые сосны по своей форме. Трава формирует, в общем-то, тоже круглую форму. Ну и выстриженная лаванда. Для вас новогодний сюрприз. Это агава, которая достаточно такая терпеливая к нашим погодным условиям. Она растет не в гринхаусе, а наружи. И посмотрите, она выпустила цветок, который вот-вот раскроется. Первое января. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я просто хочу показать Вот смотрите, как смотрится зеленый на зеленом Просто разные оттенки И насколько это скульптурно Вот всегда думайте о том, насколько просто гармоничным может быть даже один монохром Я говорила много, но забыла сказать вам, что когда создавался этот ботанический сад, он как раз начинался с арборейтума Идея была собирать различные виды деревьев Ну а получилось то, что получилось Мы гуляем постоянно, вы видите И еще многие уголочки я вам не успела показать Ну а мы уже идем к выходу И я вам показываю стенды на входе в садовый центр Ну и конечно, помимо цветов Здесь очень хорошо показано, что цвет можно привнести в ваш сад И с помощью коры, и с помощью листвы И здесь вот сделаны целые подборки Что мне очень понравилось Мне очень понравилась с кимия И особенно вот это с крупными ягодами И достаточно крупными листочками Вот возьмите на вооружение Причем они прекрасно смотрятся и в контейнерах, и на клумбе И тот факт, что у нее красивые и плоды, и цветы Тоже очень много значит Ну а в самом садовом центре Все уже для подготовки следующего сезона И домики для насекомых И кормушки для птиц И всяческие удобрения И всяческие семена Просто как в научной библиотеке Ну и конечно, корм для птиц В общем, всего чего душе угодно Вот такая у нас сегодня получилась прогулочка Надеюсь, что вам все понравилось Поэтому ожидаю палец вверх Ну и конечно, комментарии, что именно вам понравилось А мы отправляемся домой И вот вы можете посмотреть Здесь 1 января бесконечная стоянка И вся переполнена Это все люди приезжают в ботанический сад Чтобы погулять, узнать что-то новенькое И что-то красивое себе купить И себя порадовать В общем, всем пока-пока И надеюсь, что скоро мы погуляем опять Субтитры сделал DimaTorzok